на этой неделе мы отметили годовщину возвращение к нам наших русских земель наших русских людей еще не всех но уже все-таки это очень прилично очень прилично я уверена что наши русские люди которые живут на этих землях точно также подняли вместе с нами рюмочку или кто не пьет стаканчик сока или кружку чая для того чтобы отметить это судьбоносное событие я совершенно счастлива жить в то время в которое это событие совершается и восстанавливается историческая справедливость и восстанавливается наша возможность милосердия по отношению к этим людям нашим людям таким же как мы с вами которые 30 лет прожили в этом аду послушайте как они сами говорят о том как они жили у меня украина забрала папу мама меньшего рода понимаете у нас как же в семье есть горе у которого погибли родители у кого погибли дети и это перенести очень тяжело нашему народу ничего мы выжили мы выстоим и выжили и будем крепкой сильной страной очень тяжело было очень тяжело и спасибо россии что она нам помогла взяла под свое крыло дала нам пенсии дала зарплату дала работу нам вот поэтому мы ее бросили потому что она помогла нам это конечно вызывает ликование и гордость и благодарность богу судьбе кто не верит богу каждого нормального русского человека большинство из нас все-таки нормальные люди все равно к этому не может не перемешиваться горечь сожаления ну и в каком-то смысле моем случае по крайней мере я не берусь говорить за всех даже стыд почему потому что это еще не все и потому что чтобы это было все занимает так долго и так тяжело и так кроваво это объяснимо это понятно мы воюем ни с украиной ни с какой мы украину победили за первые три-четыре дня а со всеми ними с могучими могущественными богатыми могущими до сих пор еще пока пока печатать доллары обеспечивая себе бесконечное воплощение всех своих мечт воюем с ними со всеми и поэтому это так тяжело и стыд примешивается потому что я была год назад на этом невероятно торжественном мероприятии когда мы чествовали праздновали возвращение нами и возвращение к нам наших людей наших земель в кремле давайте напомним как это было за выбором миллионов жителей в донецкой и луганской народных республиках в запорожской и херсонской областях наша общая судьба и тысячелетняя история эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам несмотря на все испытания пронесли через года любовь к россии и это чувство никто не может в нас уничтожить вот почему и старшие поколения и молодежь те кто родился уже после трагедии распада советского союза голосовали за наше единство за наше общее будущее и вот в этот день в этот вечер прямо передо мной так получилось там не было никакой рассадки все садились куда хотели кроме самых уже таких самых-самых влиятельных людей в стране у которой садятся на первые ряды там на стульчике уложенные фамилии мы сидели сзади и просто так получилось что передо мной сидели девушки женщины из херсона какая-то женщина как сейчас помню была библиотекарь кто-то еще очень такие видно что небогатые видно что у нас страдавшиеся и видно что очень 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 счастливые женщины из херсона потому что в этот день херсон вернулся домой к россии матушки а буквально через месяц херсон вернулся обратно к выражение злой мачехи знаете как из детских сказок все же мы помним как нам было жалко золушку и других персонажей детских сказок вот мы были вынуждены оставить херсон и оставить этих женщин эту девушку женщину библиотекаря с которой я познакомилась и других ее подруг оставить их в лапах у злой мачехи я вас уверяю что людям которые внутри душе живут этой войной не в том смысле что они спят и видят ах вот бы война вот бы война вот бы она продлилась подольше а в том смысле что они не могут ни о чем думать и ничему так сопереживать и не о чем так волноваться как о том что происходит там на фронте и о том будущем который нас ждет вот для тех людей этот херсон это неутолимая боль и неутолимый стыд это такой же стыд как я испытывала за год до начала свого как раз январе феврале не 22 года когда началась свого когда началась эта война 21 года ровно за год до этого когда мы туда поехали и мы ходили по улицам донецкой близлежащих окрестностей и в том числе на педовое но и в центре города я провела такой знаете эксперимент я ходила и задавала людям один и тот же вопрос который как мне казалось подразумевал два варианта ответа вы с россией или вы с украиной но вот этого второго варианта ответа я не услышал ни разу ни от кого понимаете понятно что какие-то люди меня узнавали ну какие-то и не узнавали и потом даже те что узнавали такую искренность знаете такую выстраданную выбомбленную муть ну и если хотите искренности ее не подделаешь ее не сыграешь и оказалось что варианта ответа все таки два но не те два которых я думала потому что одни люди мне говорили конечно мы с россией а другие люди чуть ли не злились на меня и говорили что значит с россиями или не с россией мы уже россия это они ну как бы мне в каком-то смысле назидательным таким тоном как бы лекцию читали и справедливо и я чувствовал себя немножко виноватой как это я осмелилась даже задать такой вопрос этим людям настрадавшимся вы с россией или с украиной родненькие мои я вам так скажу ничего конечно от меня не зависит и я конечно не сижу ни в генштабе ними на бароне не в других как это называется пунктах принятия решений но поверьте мне если вы меня сейчас видите все мы нормальные люди русской культуры и русской истории молимся и бьемся и переживаем о том чтобы вернулись вы все со своими домами со своими дворами с могилами редков которые похоронены у вас ваших городах вы все наши люди вместе с нашей землей вернулись чтобы мы вернули этот херсон и чтобы эта женщина библиотекер была жива здорово и сказала бы нам ну ладно я все понимаю это война так бывает спасибо что не забыли спасибо что опять вместе и чтобы вот это уже было окончательно и навсегда я не могу вам этого обещать но если так не будет как у вас не будет покоя так у нас не будет покоя а значит мы будем добиваться этого покоя чего бы это не стоило и сколько бы это не длилось даже если будет дольше чем наша жизнь это будет непросто это будет тяжело это будет даже в какой-то степени катастрофично по той простой причине что они эти силы это так называемый коллективный запад который руками украины пытается задушить нас сами-то ручки пачкать не хотят и понимают что если испачкают и ручек то не останется не по локоть не по плечу а поколение эти ручки оторвет поэтому нет поэтому чужими ручками вот он не позволил уже не позволит впредь сделать так чтобы это было безболезненно и легко как это было с крымом когда счастливы были все и россияне и крымчане наши дорогие кроли крови пролито не было и как мы гордились тем что крови пролито не было а те люди которые сожалели и о присоединении крыма то есть русские люди и о потере крыма то есть люди на украине так не те не другие ни к истории крыма не к тому духу который составляет история крыма и история нахождения крыма вековечного составе россии крови щедро пролитой в этих степях и в этих горах эти люди к этому не имеют никакого отношения так вот запад так просто нам это сделать уже не дал и не даст и на этой неделе британия заявила что она посылает своих туда инструкторов или инструкторов у нас состоялся филологический спор по этому поводу никто не выиграл но все проиграли потом британия дала заднюю после того как дмитрий медведев а вы же знаете эту шутку да популярную эти полтора года что у россии есть три союзника армия флота телеграм-канал дмитрий медведев у него действительно супер круто телеграм-канал его что он по этому поводу сказал один новоиспеченный кретин министр обороны британии решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой украины то есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших вооруженных сил прекрасно понимая что они будут безжалостно уничтожаться причем уже не как наемники а именно как британские натовские специалисты вот после этих слов британия в лице ее премьер-министра дала заднюю и по сути премьер-министра проверка своего же собственного министра обороны вот что он сказал министр обороны имел в виду что возможно когда-нибудь в будущем мы сможем провести часть такой подготовки на украине но это дело долгосрочной перспективы они сегодняшнего дня британские солдаты не будут отправлены воевать в нынешнем конфликте нас ничего не значит чтобы они не говорили они не остановятся совсем вот ночью сейчас я уже привыкла к что к моему дому в подмосковье периодически подлетают беспилотники падают он на соседней улице это за забором уже не один раз не два и не три а сейчас беспилотник ударный упал прямо напротив родового нашего дома в адвере где выросла моя мама где я сама росла проводила все каникулы все выходные где сейчас живет самая родня уже пожилые люди но вместе своими детьми и внуками совсем маленькими детками вот беспилотник упал прямо напротив представляете в адлере ударный украинский беспилотник в адлере цели у них становится все дальше просто географически ставки становится все выше и таким образом с нашей стороны становится все неминуемее и все безальтернативнее ядерный ультиматум вы же представляете что каждый день меня спрашивают чем все это кончится когда все это кончится чем все это кончится родненький я понятия не имею чем все это кончится опять же я не 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 сижу в высоких кабинетах генштабе где бы то ни было но я просто анализирую и анализируя я не вижу никакого этому конца не исходя из того что хотим мы а исходя из того что делают и будут делать они они заднюю не дадут пока им не будет очень 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 больно или пока они не поймут что очень 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 больно им станет через секунду ну например сегодня вот пока они не поймут эту как у них это есть языке имминент да то есть неминуемую такую наползающую мгновенную угрозу пока не ее не увидят они не остановятся и будут и инструкторы и инструктора и ракеты дальнего действия и истребителей и юнеймет опять же как они говорят да вы только назовите чего извольте все это будет и мы будем вынуждены проснуться однажды как мы проснулись 24 февраля проснуться такого же может быть 24 февраля другого года может быть другой день и увидеть что наш президент владимир владимирович путин ночью сделал заявление назвав вещи своими именами и сказав ну подождите секундочку все это время ведь войну против нас ведете вы вы какой зеленский какой зеленский вот это зеленский вот это чучело ведет против нас войну ну как говорится не смешите наши искандеры он плясал бы сейчас вот так же в этом же прикиде радость на сцене зарабатывал бы свои миллионы все было бы у него зашибись он попал как кур в ощупь и в эти в ощупь вы его затащили значит дорогие уважаемые бывшие партнеры называя вещи своими именами вы ведете войну с нами а мы вынуждены вести войну с вами со всеми вытекающими и для этого не обязательно даже будет как царство ему небесное жириновский требовал вместе долбануть по вашингтону помните ли подбилиси не сметь стрелять по багдаду лучше вместе подбилиси билиси то вообще ни при чем билиси ведет себя крайне прилично не устану повторять гораздо более прилично чем ведет себя ереван к сожалению но и по вашингтону долбить не придется мне вот один умный человек рассказал то о чем я никогда не догадывался и не знала я же не разбирайся в этом всем я не военный эксперт я знаете дура баба футболе ничего не понимаю и вот человек он инженер радиоэлектроник говорит мне а ты знаешь говорит мы это знали еще в советское время что если произвести сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над сибири термоядерный взрыв например ядерный взрыв то ничего не будет на земле ничего такого страшного не ядерной зимы которые все боятся не чудовищной радиации которую умрет всех убьет всех вокруг а кого не убьет те умрут течение десяти лет от онкологии этого ничего не будет а что будет так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника вся цифра все спутники вот эта камера на которой меня сейчас снимают вот этот телефон который рядом со мной лежит все мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь девяносто третий проводные телефоны душечка или уже не душечка была я не помню в телефоне автомате я вам скажу чудесно же жили вот право я даже обрадуюсь как минимум мне не придется объяснять своим детям почему у всех есть гаджеты а у них нету я запрещаю своим детям иметь гаджеты это отдельная тема сейчас не об этом ну как минимум вот это будет гора спречь каждый раз когда дети возвращаются из школы вот у всех есть телефон айпад у нас нету почему нету ни у кого нету то есть это опция она остается и это еще самая гуманная самая такая знаете травоядная опция я не вижу никакого исхода кроме приблизительно такого нравится мне это или нет ну и в конце как обычно вопрос один из тех вопросов которые я задаю своем телеграм-канале маргарита симонян литература и история и тем кто первым ответит правильно я посылаю свою новую книгу водоворот вот эту книгу если еще не читали прочитайте напишите мне что вы думаете мне будет очень очень приятно и интересно даже если вам не понравится в общем послушайте вопрос ответите первыми получите книгу с автографом вопрос такой эти родственники владели и заводами в питере и нефтепромыслами в баку что не помогло ни горькому не чехову не даже толстому назовите известную абсолютно всем фамилию этих родственников технопарк наукоград это уникальное образовательное пространство для развития творчества исследовательской и проектной деятельности молодежи в техническом направлении более 15 тысяч школьников стали слушателями образовательных курсов и посетителями мероприятий наукограда за три года в 2020 году обучение технопарки